Поменял игру на стиме, все хорошо, чат, все хорошо, мы поменяли игру на стиме. Итак, мыши. Одна из лучших игр за последнее время, в которые я играл. Просто бомбовая игрушка. Огоньская. Стратегия, рогалик, карточная игра, мыши, утки, воробьи, торгующие, все в одном. Это очень круто. И да, и мы будем играть... Мы будем играть сегодня в Лидер Плюс Мод. Лидер Плюс Мод это новый режим, он сейчас в режиме бета-теста. В прошлый раз мы выиграли. Мы сделали первую победу в мышах. Это была супер эпичная победа. В этот раз мы тестируем Лидер Плюс Мод. Это мод, который, насколько я понимаю, очень сильно меняет игру и делает ее другой и супер интересной. Я, кроме этого, ничего про него сказать не могу. Потому что я специально не читал подробности, чтобы не спойлерить себе. Поэтому я возьму просто нам Генерала. И мы идем в Лидер Плюс Мод. Этот Лидер Плюс Мод, то, что я прочитал на... В Лидер Мод я прочитал, этот мод станет обычным режимом игры после следующего патча. То есть этот Лидер Мод, он делается как... А, мы можем Алхимиком поиграть. Да, мы им давно не играли. Вот. Лидер Мод... Он станет основным режимом в будущем. Да. Все, поэтому я включил Лидер Мод. Мы берем героя Лидера Ученого. Мы им не то, что не выигрывали, им очень сложно играть. Лидер Ученый. У него фокус. Использование карты навыков снижает способность лидерства на 5 секунд. И у него активный навык Открытие. Получает одну из трех. Плюс 30 уровень Лидера. Случайных, бесплатных, временных карт навыков. Вот. Погнали. Погнали. Я беру также случайную локацию. Пока что обычный уровень сложности. Мы перейдем обязательно на жесткий. Мы 100% перейдем на жесткий уровень сложности. Но сначала мы потестим... Лидер Мод в обычном уровне сложности. Я понимаю, но я просто не знаю, что меня ждет в Лидер Моде. Поэтому да, идем в обычный уровень. Мне стыдно, что я продолжаю играть на обычном уровне сложности, но потом... Я не включу обучение. Хотя можно было, наверное, с Лидер Плюс Модом включить обучение. Ничего страшного бы. Я думаю, не случилось бы. Итак. Мыши, вперед. Сразу смотрим, что у нас будет. У карты на английском плохо. Плюс 60 золота. В следующие 10 секунд получи скраб-карту, когда используешь навык. Кончар. То же самое, что было. Нельзя использовать навыки. Не знаю. Карта навыков. Много английского. Чат беда. Хьюстон у нас проблемы. У нас английский. Ну ладно. Спионаж. Шпионаж. При следующем... При следующем... При следующей прокрутке карт. Минус 60% скорость. Прокрутки. Но... Плюс 10 к стоимости преролла навсегда. Лечебное зелье. Морф морфинг поушен. Превращается в морфинг. Зелье. Лечит на фул 3 юнитов. Юнитов. О... Ну-ка, я возьму просто засаду здесь. Она временная карта. Я забыл, что она временная, одноразовая. Мм... Я не знаю, как мы будем играть с английским. Лабораторная крыса. О, это... Это вот как раз лидер мод, будто это мод. Смотрите, у нас вместо... Я понимаю, у меня вместо милиции. Да, у меня вместо милиции лабораторная крыса. Милиция. Тебя нет. Ха-ха, у нас нет милиции. Превращается в мутанта. Плюс две карты. Что? Окей. Ну, ладно, я сыграю лабораторную крысу. Я не знаю, как работает вот это превращение, которое у моей лабораторной крысы. Без понятия. Но... Да? Я не знаю, что это такое. Может, когда ее убивают, она? Превращается в мутанта. Сейчас посмотрим. Зачем я сыграл вот эту фигню? Не знаю. Окей. Посмотрим на новая карта. Ох, блин, все на английском. Какая беда. Наверное, это как-то стоит с карты зелия связано. Да. Не понимаю. Прямо очень много новых карт. Скаут. Ретрон. Плюс три. Ретрон плюс три карты. Хуарт. И майнинг. Ретрон. Типа роботы. Смотрите, робокрысы. Это мыши-роботы, да. Мыши-робот-шахтер. Не может атаковать за каждые три секунды. Выкапывает минералы. Равные атаки. Получает золото. Равное минералам. Давай возьмем этого шахтера. Робот за 36, но он добывает. Он добывает все. Я не знаю, что с этими лабораторными крысами делать. Но пока что я их буду играть. А, подожди. Я сыграл лабораторную крысу? Получил две карты. Я понял. Кеймагазин. Здесь много карт, которые мы уже знаем. Но все новые карты по-английски. Черт. Хм. Ладно. Абсолютно все новые карты на английском. Пока перевода нет. Что нам делать с английским? Я не знаю, что поиграем ли мы этот режим сегодня. Что нам делать с английским? Слишком сложно. Читать. Слишком сложно. Перед все равно делает с автозаменой через гугл-переводчик. Да, но там хотя бы я могу читать быстро. Да, лучше подождать, пока СБТ выйдет. Я думаю, мы не будем этого делать. Потому что мы реально самое интересное. Сейчас все будем скипать. И не разберемся, походу. Обычный режим. Мы пойдем в сложный режим просто. Идем в безумный режим. Go hard. Да, идем в хард. И мы попробуем просто получить победу на харде. Когда они доделают этот режим, когда он выйдет из беты, мы тогда... Мы тогда в него вернемся. Я думаю, что мы это именно так сделаем. А, у нас же лидеры. Да, точно. У меня же не у всех лидеров карты открыты. То есть у меня далеко не все карты разблокированы. А у некоторых лидеров... Вообще у нас одна победа. За шаманку. За няшу. Но все равно. Ютуб никогда не увидит этот забег? Нет, я оставлю этот забег. Замочки поставь на лидеров. Давай попробуем замочки на лидеров поставить, я не против. Окей. Снова берем ученого, и я поставлю замочки на лидеров. Чтобы это не значило. Блокировать карты. Проверьте, чтобы карты этих лидеров были вне игры. Это улучшит мою игру? Или сделает игру хуже? Если я замочки поставлю. Не надо. Убирает спецкарты их. Но это же будет не так интересно. Сделает интереснее. Ну и ладно. Мне тогда в Альгале больше Эли достанется. Рейнмарп. Спасибо тебе большое за донат 48. Я стараюсь алкоголь не употреблять, поэтому мне Эли не жалко. Слушай, Альгале Эли должен быть бесконечный. Правильно? Там должен быть бесконечный Эли. Поэтому я не уверен, что ты сможешь весь выпить до того, как я туда пройду. А меня туда не пустят. Я предатель. Точно. Бра. Бра. Окей. Знаете что? Я понял. Надо на шаманку вешать. Ты все равно не пройдешь хард. Стримов 10. Челлендж акцептед. Мы берем жестко хард. Мы берем случайную. И мы побеждаем с первой попытки. Вперед. Жесткий режим. Погнали. Только что я сейчас сказал, что я из стримов 10 не пройду хард. Изи. Берем ученого. Эксперименты. 40 золота за каждую спортивализованную карту навыка. Смотрите, как это делается. Я не сыграл эксперименты, я уже смисплеил. Да. Ну, примерно так это и делается. Сюда милицию. Ролям за деньги. У меня нет карт навыков. У меня есть карты навыков. Конечно, у меня есть карты навыков. Они идут от обилки героя. Я просто использую обилку героя. Работа в течение 15 секунд ускоре в те время производства здания в два раза. Кража. Плюс две карты. Постоянно увеличивая стоимость сброса. Или боевой клич. Боевой клич я использую просто потому, что он принесет мне деньги. Сюда. Рол. Гончар, сыр, труд. Больше труда богу труда. Еще гончары, сыры. Пока что играть нечего. Эксперименты бесполезны. Но мы купим. Мы купим карту навыков. Эксперименты принесут мне все деньги. О, бэби. Это хардмод. Я, кстати, постараюсь помнить, что это хардмод. О, в хардмоде милиция не убивает первую пачку. Окей. Хороша узнать на будущее. В хардмоде милиция. Короче, насколько вот сразу видно разница. В обычном режиме первая пачка запавленной милиции гарантированно убивает первую пачку врагов. И неплохо коцать вторую. Здесь ничего подобного. Даже приблизительно не то. Кража снова попадает. Это награда уже. Да, это не временные карты. Стропольщик. Стропольщики прикольные. И если я возьму стропольщиков, я с радостью буду удалять этих стрелков бесполезных. Ну, я думаю, что они бесполезные. И мне нужно очень-очень быстро построить стропольщиков налево. Потому что чувствуют, что меня вынесут. У меня такое ощущение есть. Быстренько. А, сейчас я стропольщиков заспавню. Сначала гончара. А потом магазин. Магазин был найден. Здесь были стропольщики, но... Похороны как лохотрон. Нет, похороны прикольная карта, я думаю. У, 280 золота. Мы можем много чего купить. Смотрите, воин. Наносит двойной урон, когда умирают другие крысы. Рынок в начале игры купить неплохо. Он дешевый. Но я хочу воинов. Воины намного лучше. Но воины плохо стакаются со стропольщиками. Но воины дешевые, занимают мало места. Их можно штамповать. Толпы. Лоза есть? Но я не знаю, насколько она хороша. Воин билд на бомжей, да. По-моему, мы берем воины и рынок. Хороший, сильный старт. Если ничего не будет, золото вообще. Я надеюсь, что стропольщик зарешает. Пока что он решает не очень. Смотрите на этих крыс. Они бьют меня. Я строю рынок как можно быстрее. Чем быстрее, тем лучше. Вау. Мне нужны воины. И теперь мне нужны воины на вторую сторону, да? Смотрим карты. Еще стропольщики. Но одного стропольщика хватит. Боевой клич. В течение 15 секунд. Плюс два атака на целевую аудиторию. Бойтесь, чат. Целевая атака на целевую аудиторию. Плюс два. Мардетство дает много золота, но потом становится в минус. Также можно удалить гвардию, потому что у меня есть стропольщик, который просто лучше гвардии. Намного лучше. По всем параметрам. Гвардия это как удар. Сейчас. Но у нас это навык. Меня инженер как бы на навыки рассчитал. Поэтому эксперименты. Мне нужно сейчас убить всех там, кто справа идет, потому что я боюсь, что... Да. Я роль ну за деньги. Нужен воин. Быстрее. Воины и милицию. Вперед. О, и мы заточили волну. Честно, я боялся, что мы умрем где-то там. Ну, разрушенная деревня не работает. Сундук. Карты. Переворот. Сбросьте свою колоду плюс одна карта за сброшенную карту. Ну, это как рерол колоды. А, не знаю. С ним пытались выйти на связь. Узнать, что случилось. Но он просто пропал. Видимо, нет значимых забот все же решил свою проблему. Нет значимых забот. Привет. Нет, знаете, мой забот. Спасибо тебе огромное за донат 32. Сердечком. Спасибо тебе большое. Я догадываюсь, кто ты? Возможно, даже знаю. Спасибо тебе, громадное, за поддержку, чувак. Спасибо тебе. Поведоритель. Добро пожаловать на стрим. Приятного тебя просмотра. Я видел сеть, кстати. Привет. Окей. Я удаляю карту. Мне нужно удалить сейчас. Мне нужно удалить. Мне нужно удалить гвардию. Она капец мешает. Я видел, что можно было уровень лидера взять, но... Я могу здесь уровень лидера взять, а? Уу, домашний скот. Домашний скот. Это суперсильная трудовая карта. Если я хочу играть через труд, я беру домашний скот и я удаляю составление бюджета. Потому что сравните эти две карты чат. Через 50 секунд 60 золота, через 20 секунд 80 золота. Но с другой стороны, не критичная карта. Ферму? Можно взять ферму. Ну, мне так нравятся мыши, которые пасут кроликов. Но труд надо будет другой удалять. Обязательно удалять. Наверное, возьму пока что уровень лидера. Ого, сколько карт на выбор. Так. Круто. Мне нравится. Работа. Лоза. А, просто взять засаду и убить одну идущую крысу. Но крысы не скоро будут, а мне надо навык сейчас сыграть. У труда 5 стоимость, у животных 10, по сути, даст 70 золота. Да, насколько она сильнее. Кстати, в прошлый раз, когда мы играли, я не хочу никогда кражу играть. О, я могу работу сыграть на рынок. Бум. Все. Отлично. И всегда по кулдауну боевой клич. А этого воина я поставлю направо пока что. Скоро рынок уже сработает. Милицию тоже удалить бы. О, кладбище. Здание души. Активен. Плюс два крысожителя. Так. Насчет зданий души. О, две башни. Смотрите на это, две башни. На каждую сторону по башне. Ам... Решит очень много наших проблем в начале игры. Черт. Очень заманчиво. Суперзаманчиво. Утят-то нету. Ну что насчет кладбища? Здание души. Собирайте души после постройки здания, тратьте их на использование. Слушай. Ну прикольно. То есть ты его поставил, каждые 40 килов, либо килов врагов, либо смертей наших бойцов, мы получаем крысожителя. Два крысожителя. По-моему, чем раньше мы это построим, тем круче. Крысожители залбиты, да. Медленно, но неплохо. И мы в начале игры, у нас пятая волна. Проблема в том, что она сама по себе не дает крысожителей. Кладбище лучше садка? Не знаю. Потестить надо. Кладбище и две башни. Единственное, что я бы хотел стены перед тем, как башни. То есть я хотел бы поставить стену, а потом башню. Ну сейчас посмотрим. Может мы найдем стену. Где-нибудь. Я не хочу башню здесь ставить. Я хочу здесь ставить кладбище. Ну, кладбище. Так, домам, да? Да. Нету денег на стену. Ой, элитка идет. Ого! Движуха. А нас не убьют? Кли, случайно здесь. Возможно. Похоже на то? Я ставлю башню. Рынок, спаси меня. Марш. Тянись 15 секунд, 100% скорость передвижения. Я куплю, я покупаю засаду. Просто, чтобы отбиться от элитки. Я видел там дом. Хелп. Как что-нибудь сильное. Бросать. Сбросить колоду. Используйте 30 повреждений для каждой сброшенной карты. Убить элитку этим, да? Сейчас роль нуть колоду. Используй. Если я роль нуть колоду, я не смогу использовать, бросать. Переворот. Освобождение. Есть фон для души. Освободите душу в три зоне. Он у нас 0 душ. Следующая способность лидера будет улучшена. Кража. Капец, меня сейчас убьет. Отмени после ролла. Можно ли так сделать? Нет, мы просто потеряли карту. На помощь. А мне нужно золото сейчас, походу, чтобы не умереть. Я должен взять золото, да? Я очень хочу удалить милицию, но, по-моему, я умру. Да, мне нужно золото. А вы... И так же... А, здесь никого нету. Пытаюсь попасть спеллом в кого-нибудь. Типа в артиллерию или в элитку лучше. О, господи. Я бы промахнулся, по-моему. Нужна башня. Мне бы башню... Мне бы башню скорее. Пожалуйста. Быстрее, 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 быстрее! Или... Нет, уже не нужна. Башня уже не нужна. Вау. Мы живы. Легендарные карты, стражи, Руководство. Или библиотека. У-у-у, библиотека плюс одна карта на ролл. Он здесь стражи. Боевой клич супер хорош, да. Боевой клич тут затащил. Библиотеку в начале игры очень хотелось бы построить. Но, по-моему, мне нужно расширение. Особенно, если я хочу башню построить. Утят нету. Я не уверен, что мне нужны эти стражи. И много хп. Библиотеку выгоднее всего сейчас построить. Но расширение мне бы очень не помешало. Страж занимает три места. Куда я его буду ставить? У меня жителей нету. Кстати, этого лидера я не смотрю. Охотник за сокровищами дает плюс 50% золота из сундука. Мы никогда не берем. Мне, чтобы не умереть, мне кажется, нужно расшириться сейчас. Но библиотека очень хороша. Она супердорогая. Ладно, затащим. Берем библиотеку. Это развитие на будущее. Плюс одна карта. В этой игре каждая карта на вес золота. Мы затащим. Я сейчас засаду сюда кину, и мы затащим. Я убью танкаем. И можно даже еще стропольщика сюда поставить. Башню не хочу играть. Бабиклич затащит. Да, затащил. Все, жирного убили. Мелочь нашу постреляют. Стропольщики от артиллерии дохнут, но... Эти... Эм... Воины выносят артиллерию легко. Изи. Карты. Сохранить. Марш. Земельный налог. Но земельный налог у нас уже сейчас в плюс пойдет. Расширение я могу сделать на... Что? На библиотеку, да? У меня слева вообще нет бойцов. Да, я понимаю. Мы пока не строим библиотеку. Это нас убьет. Эм... Я нужен на хорошее спал какой-нибудь. Бабиклич есть. Атака. В течение 6 секунд наносит 2 повреждения за каждый клик врагу. Ну? Не можешь тащить стратегии, тащи мышкой, а? Расширение я оставляю на библиотеку. Затащили? Квест. Оооо. Гроза шантажа. Так. Это ласка. Время вражеской волны плюс 15 секунд. Ты теряешь половину золота. Окей. Изи. А расширение исчезнет, если я роль. Ну да. Эм... Проапгрейдить... Кладбище. Надо было сначала проапгрейдить, а потом использовать, да? Да, апгрейдить на кладбище. Больше крысожителей. Богу крысожителей. Я понимаю, что башню, наверное, было лучше проапгрейдить, но... Де, мы удаляем карты. Эээ, я удаляю... Милицию? Да. Милиция в разы хуже воина. Что у меня еще есть лишнего? Ммм... Все остальное... Составление бюджета хуже милиции. Мы не можем себе позволить мышей на труду отправлять сейчас. До смерти будет. Боевой клич. Нет смысла пока играть. Ждем. У нас есть время. Есть время. Есть время. Есть время. Милиция остается в бою. Не волнуйтесь, чат. Все хорошо. Милиции. Есть работа. Когда я построю библиотеку? Никогда. Что у меня здесь? Три воина. Здесь воин. Два-три милиции. Здесь слабее сюда стропа. Лишка. Там башня. Скилы. Отдых. Сбросьте колоду. Охлаждение способностей. Лидера минус 10 для сброшенной карты. Загар. Мед. После 30 секунды плюс 2 карты. Запас. Не знаю, что это такое. Подготовка следующая способность лидера улучшена. Духовная цепь. В течении следующих 10 секунд позволяет дружественным силам на линии разделить повреждения. Что очень сложно звучит. Отдых. Лоза. В течении 10 секунд создает лозу, которая размедляет. По-моему, я возьму подготовку, потому что все остальное мне не нравится просто. И я опять не построю библиотеку. Или построю. Жрец. Связывает противника диапазон 300. Крысозащитник. Запас. Следующий ролл карты плюс 2 карты один раз. Аааа, спасибо. Так, что у меня есть по хорошим картам? Сырный рынок. Фулл сыр билд. Домашний скот, но мы вроде решили, что труды играть не будем. Берем стену. Капец. Я никогда не построю эту чертову библиотеку. Ну, вообще никогда. Скот и ресторан. Ну да, они в комбах работают вместе. Жрец хорош, но у меня же эти. У меня Стропольщики. Типа плюс-минус то же самое. А Стропольщики то же самое, что жрец. Почти. Я не хочу два одинаковых юнита. Ну, влюбить двои нита, выполняющие похожую функцию. То же самое, крысозащитника воин тоже плюс-минус то, но и тоже. Скот. Ресторан. А золота нету. Ааа, я могу купить только что-то одно. Ну, я купил Скот. Если мы затащим эту волну, то я смогу построить, наконец, библиотеку. Будет элитка следующая. С двух сторон элитка. А, прикольно. Мы не будем строить библиотеку. Спойлеры. Что мы будем делать, это строить башню. Половину золота за советника. Советник боевой какая-нибудь. Мы лучника. Мы советника лучника нашли. Господи. Карта. Еще башня, милиция. Я могу две башни построить. Наверное, не поместится, да? Золото. Удаление карты. Я добавил Скот. Какую я бы карту хотел удалить? Милицию? Когда у меня есть лучники, я бы точно хотел милицию удалить. Удалить. А, я очень хочу удалить милицию. Я это сделаю. Мы затащим. Ну, я уверен, что мы не умрем. Прямо на сто процентов. Прямо у меня. У меня нет ни секунды сомнений. Единственное, что я сыграю башню. Все-таки сюда. Это, конечно, провал. Но пока мы сейчас легко. Окей. Сюда воина. Тут тоже идут. Сюда воина. Сюда. Сюда лучника. На блок эксперимента сыграть. Неважно. Работа. Меда. Боевый клич. Бросать. Бросать нанесет 60 урона. Иммиграция даст три крысожителя навсегда. Если я сыграю в ампиризм, это будет круто для вот этой боевой группы здесь. Но что насчет трех крысожителей навсегда? Башни заточите, пожалуйста, башни. Башни сломали. Они сломали башню, нет. Это была артиллерия. Ааа, там зомби. Глупые лучники, они не попадают. А, с той стороны зомби. Я не мог починить башню. Я нажимал, она не чинилась. Чертовы зомби. Ну, опять крысы не туда воюют. Ааа, мушкетер! 42-48, дальность 400. Посмотрите на него. Мы открыли мушкетера. О, да. По-моему, ученый очень сложный персонаж. Суперсложный. Сколько еще будет идти? Знаете, я пойду с этой игрой, она такая быстрая, что я слабо соображаю. Два колоска. Поверь мне, я тоже слабо соображаю. Капец, какая сложная. Игра. Ну, мне нравится. А, очень интересная. Да, ученый очень-очень тяжелый. Сколько еще будет идти? Около часа, наверное. Да, у меня открыто здание, которое дает пермаапгрейд войску. Открыто. Открыто. Гуя открывать карты по очереди, начиная с трогаша. Но мы будем по очереди разными персонажами играть, постепенно карты откроются. Эксперименты. Обычно ставят на белых мышах. Он легче шаманки, на которой ты выиграл. Да, но там были утята. Я не знаю, что делать с навигатором. Честно, его квесты это ад. Но мы должны, да. Мы должны попробовать поиграть капитана с квестами. Капитан с квестами очень сложный персонаж. У него крутейшая пассивка, плюс один выбор карты при получении. Но его обилка это ад. Мы обязаны хотя бы попытаться. Хотя бы первые карты у него открыть. Я не знаю, что там будет, но мы попытаемся. И мы пойдем на жестокий режим. Мы играем в фулл, самый сложный режим. Только что было круто, но мы построили слишком мало войск. Нужно было больше войск. Больше войск, богу войск. Сильно ушли в экономику. Была купленная бесполезная фигня. Мародерство. Очень хороший старт в начале. У нас была куплена бесполезная фигня. Под названием, а квест сразу взять. Квест. Короче, этот персонаж, он берет квесты своей обилкой. И этот квест, это карта, которая лежит у тебя в колоде, пока ты не сделаешь квест. Потом получаешь бонус. Квест получить 100 душа. Текущий ноль. Обновите две карты. О! Вот этот квест, мне кажется, реально сделать. Да? Используйте карту экономики 60 раз. Награда плюс 20 налог. Хм. Карта экономики. Стоп. Карта экономики, это просто сыр. Экономика, это сыр. Да? Окей, мы берем квест на сыр. По идее, это не должно быть сложно. Мы просто будем играть весь сыр. Даже в минус. Чуть-чуть у меня остается один сыр. Я потеряю 10 золота, но я продвину квест. Особенно в начале, пока я могу бесконечно ролить. Играть труд. Труд, это тоже экономика. И мародерство экономика. Я просто буду максимум ролить. Сейчас мы этот квест быстро пройдем. Там награда хорошая. Очень хорошая. Опять же, это кажется странным играть в минус. Но там не такой большой минус получается. 10 голды мы теряем за каждый плей сыра. А карты других блокить не будешь? А то получается, как в шпиле с радужной призмой. Яу, Рязан. Спасибо тебе огромное. За донат 32 сердечком. Спасибо тебе большое. Слушай, мне кажется, что нормально пока что. Мы еще не все карты открыли. Я еще этот режим не наигрался. Я не уверен, что я хочу менять и блочить карты других. По-моему, норм. Мы еще... Я даже не все карты еще видел. Я еще не все карты знаю. Не все здания строил. Не всеми юнитами играл. Думаю, пока мы поиграем в стандартном режиме. И посмотрим, что из этого получится. Нужна карта на лот на мисплее. Стоп, стопен рейд. Все победы, только победы на каждом стриме. Согласен. О, разбойники. Да, поначалу я разбойника возьму. Можно гончара еще одного взять. Но гончары, как бы два гончара друг друга немного контрят. Гончары контрят друг друга. Если удалять... Честно, пока что милицию. Но для этого нужны разбойники. Или дом построить. Мне нравится идея разбойника в начале игры. Даст разгон по золоту. И да, я очень-очень-очень рад. И мы продолжим проходить квест. Мародерство все еще в плюс. Гончара надо играть первым. Может, 22 раза сыграли карты. Магазин? Кладбище. В тот раз кладбище нам пошло в плюс быстро. Сразу. Почти. Расторан. Мы сейчас играем много труда. Я не знаю, сколько труда я буду играть в будущем. Семи того кролика найдем, но Стропольщик. И у нас заменены все базовые войска. Стропольщики плюс воры намного круче, чем то, что у нас есть. Почему я играть через труд? А, развести мешай с рестораном, но нету. Пока нету. Нам нужно больше домов. Поэтому я возьму кладбище из Стропольщика. Стену... Я куплю стену и просто расширюсь влево. Просто расширюсь, чтобы там стояла стена. И она будет, как бы, дополнительной защитой для базы. Ничего такого особенного. Кладбище, тем быстрее, тем лучше. Да, я строю стену. Пускай будет. Здесь никого нет. Это же сыр. Играем для квеста. И... Может быть здесь взять дома? Что насчет домов здесь? Даст нам шесть жителей. Это очень много жителей. Советник? Блин, а без домов я не умру сейчас на элитке опять? Кладбище советник лучше. Советник какой-то повар. Мясник. Премия плюс пять. Окей. Очень неплохо. Стропольщик призыватель. Здание души. Активен. Возьмите. Три карты. Духа земли в колоду. Еще одно кладбище. Какой-то призыватель. Я не знаю, что это. Оно набирает души. Потом уберем три. Я не знаю, что такое дух земли. Боец, наверное. Мы должны попробовать, да? Хотя бы попробовать сыграть. Я не уверен, что сложный режим это хорошая идея для того, чтобы тесты проводить. Но я не знаю. У нас будет призыватель, у нас будет кладбище. Звучит как отличная вечеринка. Что у меня здесь? Ну, вроде войска есть. На всякие случаи, ну, сюда одного разбойника еще. Я пока квесты брать не буду, другие. Я очень не хочу брать квесты. Они занимают место в колоде, и это беда. Не проходимо. Так, милиция, гвардия, идите в баню. О, сундук, 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 сундук. Засада. Скорость передвижения воинских частей. О, Скотт, вот он, Труд, который нужен. А, мы ресторан не взяли. Скотт хорош. Квесты, если не понравится, может не брать. В принципе, да. Нет смысла не смотреть. Квест удалить пять карт. Древняя шестерня. Получить три карты экономики. Выбранное оборонительное строительное сооружение получает 200 повреждений. Получить три карты экономики несложно. Древние книги получить 100 души. Получите две нужные карты навыков, которые хотите. Получить три карты экономики несложно получить. Да. Ок. Надо будет башню найти потом. Так, у меня нет бойцов с этой стороны вообще. Может, тридцать раз использовали карты экономики. Еще тридцать раз и все. Мы не доживем. Мародерство все еще работает. Мы умрем здесь. Ну, ладно. Мы сольем эту стену, но не умрем. Вроде как. Может, не сольем. Хотя бы у меня есть золото, да? Половину золота за уровень лидера. А, я не уверен, что здесь мне нужен уровень лидера. Пока что мне хватает. Логин. Убираем карту. Так, что я хотел отсюда убрать? У меня есть домашний скот, поэтому мне не нужно составление бюджета. Правильно? Сейчас мы не будем пока квестов брать. Мы не будем брать квесты. Составление бюджета в разы хуже домашнего скота. Прям в миллион раз хуже. Уровень лидера повышает награду за квесты? Ау. Я идиот. Я думал больше квестов на... Я могу взять уровень лидера или апгрейд на военную карту. Если это улучшит... Если апгрейд на военную карту улучшит мне с прощами мужиков или вора, это будет божественно. Уровень? Или гвардия улучшит. Я взяли уровень лидера. Пом надо строить дома. Мне нужно строить дом. Если не построю дом, я умру на элитке. Элитка будет сейчас. Еще уровень? Чат вы сошли? Мы умрем, мы не доживем. Элитка нас убьет. Тем я буду убивать элитку? никитка привет никитка скажи им никитка что и что сумасшедшие не разговаривать умрем ну что он подумаешь мелочь господи ну умерли один раз угром еще раз так как нам здесь не умереть оружейный поставить оружейный затащит там справа идет олитка я еще эту волну не убил посмотрите вы говорили там чего-то делать еще другое и нет боевых карт у меня есть гвардия играю гвардия просто чтобы сыграть гвардию квест какой квест на то чтобы не умереть дай мне кое-что не умереть пожалуйста случайную карту экономики да спаси меня бери квест строй ой бери какую-то фигню еще что-то как ты не взял квест почему и взял квест надо было больше квестов взять бери уровень героя не бери дома не строй дома бери уровень героя больше уровней героя уровень героя зачем ты нас слушаешь мы же не сми ухо хохохо хохохо нет еще раз еще раз делаем навигатор лидера только теперь я буду играть только теперь играю я чат больше не берем уровень лидера когда нам нужно строить дамат для того чтобы нас не убили квесты трэш честно говоря но они на лайтгейм рассчитаны ты их берешь еще выживешь будет классно фууу получить три карты экономики награда все вытянутые карты бесплатные 120 секунд а здесь используйте карту экономики 60 раз две нужные карты строительства или развернуть территорию три раза тысячу золота три стены построить мне нравится мне нравится строить стены просто построить стены не так сложно по моему это реально даже если эти стены потом будут слиты то это все равно реально да мне нравится идея стен мы будем покупать все стены которые увидим и да потому что тысяча золота не помешает в начале игры так крыса иди на ту сторону волна там оказалась я думаю что я так и примерно так и буду планировать я сейчас кручу максимально быстро чтобы эту вот эта дурацкая карта которая типа одноразовая которая постепенно становится хуже как это там называется мародерство чтобы ее быстро прокрутить и сразу ударить из колоды потому что она она тупо мертвая карта но поначалу если ее быстро крутить она принесет все золото окей карты о ресторан ну окей допустим я пока что играю через труд ресторан это неплохая идея вначале построить но засада супер дешево добыча добыча усиливает только себя она быстро становится хорошая очень быстро ну да виноваты именно советы чата а вовсе не тот факт что ты запустил карт вообще карт не открыв как вы могли чат да как вы могли чат правильно рязан спасибо рязан хоть кто-то меня поддерживает как вы могли чат спасибо рязан тебе большое за донат в 32 огромное тебе спасибо за поддержку и за моральную поддержку тоже благодарю тебя рязан хоть ты на моей стороне благодарю тебя спасибо тебе большое мне нужно мне нужно сюда умереться наверное гвардия просто чтобы не умереть опять же чертовы коты на этом тяжелом уровне сложности я пропустил магазин я молодец опять я взял карту которая сейчас не делает ничего я снова повелся я снова взял карту на будущее развитие типа окей а удалить карту что это я собирался удалять? мародерство да? да потому что она просто мертвая можно дом взять удалить мародерство это супер важно она уже сейчас в ноль пойдет квесты нет смысла даже смотреть они место занимают в колоде хотя опять же квест на квест на советников три советника но это будет не скоро три военные карты мне нужно стены сейчас покупать а не другие квесты брать если я собираюсь пройти квест я пройду квест на стены если я возьму еще один квест на получение каких-нибудь еще карт я его просто не пройду потому что о нет это прыгающие мыши мы мертвые они заражают и мыши не умеют воевать назад мы мертвые еще раз по-моему этот персонаж самый слабый квесты бесполезны они ничего не делают это проклятие в колоде реально проклятие в колоде а оно бесполезное что за игра привет фанебокс добро пожаловать на стрим это мыши это рогалик слэш карточная стратегия слэш реалтайм стратегия очень сложная игра карты экономики 60 раз два апгрейда три военные карты вот три военные карты мы все равно будем военные карты брать я даже возьму это вместо карты экономики мы всегда хотим бойцов мы хотим нормальных бойцов я все равно буду покупать бойцов потому что милиция это это фигня награда бесполезная окей награда трэш ну тоже правда награда трэш забавно не слушая советы чата ты продержался меньше рязан спасибо тебе спасибо тебе рязан за донацию резва сердечком ну честно говоря эту мол ты на моей стороне ну ладно как скажешь спасибо тебе большое спасибо тебе огромное за поддержку да посмотрите сколько у меня золота чат где вы столько золота еще увидите две милиции выносят в ноль старт можно бесконечно ролить и играть все карты я чего взял амбар каждый раз когда сбрасывайте карту 8 золота о мы берем амбар патруль сбросить одну случайную карту навсегда уменьшит стоимость перерисовки на 5 навсегда но фишка в том что в лейбгейме стоимость перетасовки стоит по 500 по 600 поэтому даже если ты ее 20 раз сыграешь это все равно минус 100 голды будет она себя не окупит она стоит 32 за каждое использование вам надо взять амбар построить какой я квест взял чат у меня квест я дурею где мой квест древние книги карты экономики все понял выброс в течении 15 секунд карта умения будет повреждена плюс сто процентов это понимал увеличивает урву урон через карту умения мне нужно думать про войска мне нужны бойцы ими я умру или здание на защиту плюс стены так мне нужно и плюс мне надо играть экономику вот запретная торговля есть кладбище вместо домов кладбище сильно медленно начинают работать к тому моменту как кладбище дадут крысожителям и будем мертвы стена два кладбища смерть над шестой волне гарантированная стопроцентно без сомнений я серьезно я не прикалываюсь даже в чат стена два кладбища мы сто процентов мертвы в следующие три минуты копейщик башня мы не можем строиться чисто в экономику в начале на харде я на твоей просто констатирую факт и забавность этого факта да я понимаю спасибо тебе огромное рязан за донат 3 из вас сердечком да я уж так прикалывать спасибо тебе громадное будем строить копеечков ам чар маратерства сыр амбар побыстрее башню я стену покупал я вроде не покупал стену да пока блин я посмотрю если стена здесь приглашение сбросить три случайные карты плюс один крысожитель простите что мы будем приглашать жителей окей я хочу строить башню там где будет элитка пока что переводить войска да да приглашение единственное что контент я так понимаю оно не даст крысожителя если у меня нет этих трех карт чтобы их сбросить то есть если я сыграю это 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 сыграю приглашение я его не могу сыграть я понял как это работает принято очень очень принято мы убрёмся опять потому что они прыгают а крысы не умеют воевать назад поэтому мы убрём кажется не воюют назад поэтому мы умрем так 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 башня его убила о господи а 0 проблем 0 проблем где у меня враги окей пауза где враги справа это элитка нет копейщик сюда башня тащит этих прыгающих крыс ухххххххх 0 так у меня есть копейщики мне надо убрать милицию правильно вроде когда я не уверен что это приглашение стоит того потому что опять же я не могу будет сыграть например карты ферма мародерство кладбище ну вот собственно кладбище про которое говорили но по-моему мне нужны дома чтобы не умереть следующего но сейчас будет обычная волна следующая будет элитка если они не построить достаточно войск я умру кладбище заманчиво мы берем кладбище но его надо построить сейчас она не занимала место колоде быстро 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 пока что у нас сюда магазин на помощь дом засада два семейных налогов я воинская рандомная карта сначала я беру рандомную войску карту жрец это очень хорошо плюс дома плюс засаду мы пытаемся не умереть с на элитке надеюсь что элитка пойдет справа но что мне подсказывать что слева откуда-то у меня такое поганое предчувствие что она пойдет слева право спасибо игра все направо вообще все чек квестов развернуть территорию три раза три военные карты три военные карты стоимость минус 40 награда одной карты здесь получите две карты навыков получить две карты строительства за развернуть территорию мы не берем эти квесты баню награда карты амбар причал на выключение шаг я щас мне нечего строить а боевая клич да боевая клич и чеченную банку ставать квест и не буду оруженосец процент да типа там потом рыцаря дают да клич предглашение не знаю могу ли я играть наверное копейщики с башни прикольно они останавливают вражеских крыс да они не дают крысам быстро дойти башни их расстреливает с башни наверно все прикольно да окей мы убили элитку убийца плюс 50 процентов повреждения карты навыка это сделает урон у меня есть потому что карта навыка у меня есть этот кинжал убить что-то такое будет 60 бить я поставлю апгрейд на копейщиков 5 урон 30 по жрица 8 урон 36 км грн копейщики со жрицей звучат как отличная комбо он мне нужно расширяться дальше это фул расширение билд стену налево дома пока не могу построить а могу построить дом сюда гончар шрица так сыр мы продолжаем играть экономические карты в надежде что затащим тут у меня нормальная движуха творится пока что вроде как слева нет башни на стена на копейщики с башни заварит хорошо смотрится я промахнулся выстрелом но если до копейщиков доходят там капец они как стрелки по большому счету к ним нужен еще танк просто быстрее уровень лидера удалению карты еще дом по мне нужен теперь можно взять уровень лидера к тому же квест близок к завершению о господи стена это все я не построю да нет не построил квесты строительство эффект твоей на карта 40 раз используя одну карту безумные квесты кладбище сработало и быстрее 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 слева затащили справа затащили мы живы слева волна магазин час чат оружейная есть берем оружейную оружейная для копеечка смотрится очень круто как раз для нее есть место что я не верю что я могу сейчас расшириться оружейная построена и сейчас я буду играть боевых клич сюда еще жрицу сюда стена стену я хочу налево строить приглашение пока что элитка слева элитка справа с обоих сторон элитки о мой бог как много рыцарь это сорок золота 148 золота но мне нужно 8 золота нужно 8 мне нужно 3 золота нужно 3 золота и я бы сыграл рыцаря но крысы не воюют назад крысы все равно не воюют назад крысы не умеют воевать назад мы получили рыцаря из преимуществ но крысы не воюют назад это звучит как какая-то песня и мы бы победили но крысы не воюют назад где скачать игру? в стиме обычная игра ретрополис и мы бы всех крыс затащили и кладбищем прокачали жильцов и все было бы просто прекрасно но крысы не воюют назад по моему навигатор ужасный лидер по моему навигатор худший лидер да он просто мертвый его квесты бесполезны мы ни одного квеста ни разу не сделали то есть его квесты рабочие но они начинают работать после 28 волны он тебе дает проклятие в колоду и ты первый 10 волн должен продержаться с проклятием в колоду они в восторге давай мне лидера эмм лидера строительства и во первых почему то я им им сложнее всего играть мне но он очень хороший он может обновлять построенное здание используя те же карты строительства и соответственно да и вот очень хорошая подсказка фирмонял ты говоришь очень правильно я тоже подумал надо расширяться зомби близко появляется из разрушенных зданий да соответственно по моему зомби появляются из зданий которые выносят прыгающие крысы поэтому давайте возьмем этого чувака и проект дает ему временные карты строительства я опять же беру жестокий уровень сложности по моему мы можем продержаться если просто чуть-чуть вначале не тупить и не сливаться на первых литках да и земельный налог хорошая штука он быстро очень начинает работать и да я сейчас сейчас мы его и сделаем рабочим оружейня я ее хочу построить но я дурак надо было использовать карту строительства посту мы набрали золото и я протупил если я сейчас роль ну я потеряю это здание капец но сначала золото нафармить потому я все делаю ради оружейной не надо жать проект без денег было наоблаждать о господин мы ждем а но это мы проиграли ну в смысле мы потеряли карту потеряли все деньги хорошо мы потеряли одну карту но мы не потеряли мы не проиграли войну а пока что пока что пока что а да в следующий раз я не с мисплей его способность очень очень сильно на это надеюсь смене налог все еще бесполезен мне нужны бойцы крыса иди на ту сторону стены ломают не знаю как я так как так как это начало нам сделал уху капец так нам нужны бойцы это стропольщики стропольщики наши бойцы или башня башня в начале игры очень много дает башня лучше всего с значит мы можем и стропольщиков башню взять изменили налога в том что все еще в минус только сказал какой он хороший но у меня просто нет денег чтобы ничего сыграть я ничего не могу сыграть я сыграл милицию и ее сразу убили надо было играть стропольщика у стропольщика я хочу сыграть налево башню налево что нибудь налево меня вынесут здесь меня вынесут очень быстро да играй гардио что надо сыграть башню но у меня нет денег на башню труп прокнет о господи пожалуйста мы построили башню мы живы ноль проблем абсолютно ноль проблем и земельный налог идет в плюс на два золота насколько это круто окей я не могу играть больше составления бюджета это невозможно для меня мне нужно сейчас все будет переводить в войска все стамповать миллиард стропольщиков только так я могу выиграть дома карты алтарь здание души активный завершает все эффекты работы не не нет тата сбросить карту меч карт перетасовки ремонт я знаю что ремонт очень хорош но пока и ладно знаете что ремонт очень хорошие его возьму я не буду устраивать тут это я знаю что он ремонт действительно супер крут да он к сожалению нужен квест дай мне золото отправить подарок подари карту вознаграждение зависит от редкости карты соседняя деревня ok подарить карту подарить гвардию потому что у меня строполь шики я все равно ни одной редкой карты поэтому 30 золота удаление карты плюс 30 золота за 30 золота уровень бедера это наверно неплохая идея на хотя мне эти 30 золота возможно сейчас пригодятся хватит мне уровни лидера добавить мне не нужны большой уровень лидера я не могу все равно их использовать какой смысл мне использовать уровень лидера если нет золота чтобы построить ничего все с этим уровнем лидера буду делать магазин даже не показывайся мне на глаза мне нет денег магазин покажись мне на глаза что зарабатываем будем будем нет не можем заработать деньги сами куплю эту башню господи беннетт данила не умирается мужики просто просто башня убей всех спасибо башню там и делится идет на кто тут есть до быстрее на калитке карта сыромятня причал сделка это все не то что мне нужно брать из колоды чертов сыр я могу сыграть башню на башню вы абсолютно правы но я поможет дел не так брать сыр сыр бесполезен да я не сделал башню на башню из плей карты за семена 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 быстрее господи струк мне даже два золота где мои семена быстрее гончар стропальщик милиция живо карты семена карты дайте дайте мне гончара огромного большого гончара спасибо хорошо просто прекрасно бухгалтер плюс 25 процентов все золото но я должен взять бухгалтера на это было бы супер глупо с моей стороны если этого не сделал стропальщики милиция тут у меня что три стропальщика сыр стропальщики милиция ремонт я просто буду сейчас спамить бойцов милицию всю фигню на мы нет не вытаскиваем стропальщики какой-то микро стан навешивают они станут пожалуйста о мой бог я протыкал кабелку лидера ничем не говорите мисплей спокойствие только спокойствие рог рог затащит плюс 5 атаки всем воинским частям супер сильно на рок затащит потом когда-нибудь сыр можно весь играть каждый сыр две голды дает круто один сыр дает пол спасибо чата понял услышал благодарю вас бюро там еще один опять крысы прыгают но господи я стройнул потратил деньги по что думал смесь убьют он же золото я просто беру золото потому что я чувствую что смерть близко ам апгрейд на башню с одной стороны на будет апгрейд на башню и золото золото за бабочек следите за бабочками нам нужно нажимать на бабочек что золото за каждую бабочку я слежу и пытаюсь следить тут меня идут где бабочка где бабочка это они я вижу их золото я нажал на всех бабочек у меня все золото есть я лучший игрок золото есть они сломали мою башню как они сломали мою башню у меня здесь была толпа народу как и и и и и и и и о май парк попались на мне надо я хочу выиграть сложный режим но уже непроходимый люди его играют выигрывают нам просто надо просто тренироваться что это точно и кем выводы я сто процентов делаю нужны бойцы все силы для поиска нормальных бойцов вначале если у тебя милиция или если у тебя осталась милиция или обычные стартовые стрелки ты мертв плюс если у тебя да по большому счету и у тебя нету нормальных бойцов башни не помогут мы ждем крысы которые прыгают они перепрыгнут башни все они перепрыгивают башни все крысожители все должны быть бойцами да должно быть много бойцов прямо толпа чтобы не выносили противников раньше чем противника стоит пискнуть